здравствуйте дорогие друзья подписчики а также гости этого канала представляем вашему вниманию ингу оболдину она родила от известного актера как выглядит единственная дочь актрисы которую она родила 43 года роли талантливой и яркой актрисы театра и кино инги оболдиной абсолютно разные она может воплотить образ как богатой и неприступной светской львицы так и веселой напористой простой женщины интересно то что в молодости инга не планировала связывать свою жизнь с актерской профессией но видимо у судьбы были свои планы ей пришлось многое преодолеть чтобы достичь успеха на своем творческом и жизненном пути она что-то потеряла но что-то и приобрела инга появилась на свет в маленьком превенциальном городке кыштым что находится челябинской области он кстати носит статус уральской венеции она родилась шестьдесят восьмом году кыштыме до сих пор живут ее родственники у инги очень большая семья и актриса часто навещает своих родных подростковом возрасте в основном она общалась с парнями с которыми жила в одном микрорайоне она была настоящим лидером своей дворовой компании вместе с другими ребятами инга организовывала настоящую тимурскую команду они помогали пенсионерам и даже ставили небольшие спектакли инга в итоге приняла решение стать актрисой она пошла в театральный кружок чтобы подготовиться к синическим вступительным экзаменам после окончания школы инга подала документы на режиссерский факультет челябинского института культуры во время учебы преподаватели посоветовали ей попробовать себя в качестве актрисы на четвертом курсе этого вуза инга расписалась однокурсником гарольдом стрелковым молодые люди решили провести медовый месяц в столице там они посетили театр где посмотрели спектакль вишневый сад тогда вместе с супругом и на навсегда переехала из челябинска в москву и взяли школу студию мхат после пар она подрабатывала в детском доме затем перевелась в авгиг на курс фоменко после театрального вуза инга поступила на службу в новый театр стрелков театр основателем и художественным руководителем которого был ее супруг и напомогала своего мужу ставить спектакли и сама неоднократно принимала в них участие со временем они начали воспринимать друг друга исключительно как коллег любовь постепенно начала уходить из этих отношений и спустя 16 лет брака они расстались инга дебютировала в кино в конце 90-х впервые появилась на экранах она в картине самозванцы потом снялась мелодраме небо самолет девушка режиссеры заметили молодую актрису а зрители ее полюбили фильмография стала стремительно пополняться после расставания с первым супругом появились слухи о романе с кириллом плетневым артисты действительно работали вместе в кинопроектах но их отношения сильно преувеличила недобросовестная пресса а вот с кем действительно у нее был роман так это с актером игорем гординым который на тот момент расстался со своей супругой юлией меньшовой этот роман продлился недолго и закончился тогда когда игорь принял решение возобновить свои отношения с бывшей супругой юлией меньшовой тем более что в этом браке подрастало двое детей сын и дочь со вторым мужем ингу судьба свела в театре благодаря спектаклю про турандот актриса захотела сыграть на одной сцене с виталием салтыковым он прочитав сценарий согласился поначалу между ними были только рабочие моменты и отношения так как инга на тот момент еще состояла в браке после развода виталий предложил инге отдохнуть вместе в израиле и она согласилась там и начались их отношения в 2012 году инга оболдина подарила супругу дочь которую назвали клара на тот момент актрисе было уже 43 года а ее супругу 42 это был первый ребенок для обоих они счастливы вместе воспитывают в любви свою дочь но в загсе так и не побывали оба считает что это совершенно ни к чему когда есть настоящие и искренние чувства дорогие мои пишите свое мнение в комментариях что вы думаете по поводу этой актрисы мне свою очередь хочется ей пожелать счастья в личной жизни успехов творчестве новых интересных и замечательных проектов и конечно же главных ролей пусть радует своих преданных поклонников новыми интересными и классными работами всем огромное спасибо за внимание желаю вам всего самого доброго всего самого замечательного берегите себя и своих близких и будьте счастливы всем удачи божьего благословения до новых встреч и всем пока пока